Массовая детонация пейджеров. Станет ли взрывной демарш прологом ввода войск в Ливан? Большой шторм в странах ЕС, Центральная и Восточная Европа тонет в Большой Ваде. Урожай из астрономических явлений собрали земляне, где взошла суперлуна и, как договориться, с коридором затмений. Вы смотрите «Вокруг планеты». Мы в эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». В студии Дарья Тарасова. Здравствуйте. О, дивный новый мир! Именно он окружает нас 17 сентября. В этот день случился качественный скачок во многих сферах, как военных, так и невоенных. Резко и радикально нивелировалось допустимое. Например, в способах ведения войны, в разрешенных практиках разведок, в межгосударственных отношениях и области прав человека. Причем случилось это максимально кинематографичным образом. Никогда ранее большая трагедия с участием десятков тысяч людей не была зафиксирована в таких подробностях. Мы ведем речь, конечно, о ливанской истории с пейджерами, которая вполне вероятно еще не увенчалась развязкой. О промежуточном финале Олег Романов. Эти два сентябрьских дня наверняка сохранятся в туземной истории, как исполненные небывалого ужаса и страдания. Небывалого, хотя за 10 тысяч лет, которые в этих землях существует цивилизация, повидали местные жители всякое. Смерть всегда приходит нежданно-негаданно, если вас, конечно, не примотали проводами и ремнями к электрическому стулу. Но здесь смерть еще и была публичной, массовидной. А главное, необыкновенно кровавой. Детонирующая электроника вырывала куски мяса, выдавливала глаза, заставляя их болтаться на ниточках нервов, отрывала кисти рук и предплечья, оставляя лохмотья мышц. Сотни тысяч, если не миллионы людей, даже те, у кого пейджеров не было в помине, и которых пресловутых изболений принадлежали, оказались словно бы в окопах чужой войны. Канонада звучала совсем как на передовой. В больнице по всему Ливану выстроились бесконечные вереницы машин скорой помощи. В стране уже много лет бушует кризис, местный фунт худеет ежегодно на сотни процентов, здравоохранение в полном расстройстве. В общем, нынешнее испытание на прочность пришлось выдержать даже не полумертвой, а совершенно мертвой медицине, и она предсказуемо с этим испытанием не справилась. От взрывов пейджеров 17 сентября погибли, по официальным данным, 12 человек. Было ранено не менее 2800. Среди пострадавших неизбежно оказалось множество совершенно случайных людей, хотя целили как будто членов группировки Хезбалла. Взрывы по определению не были адресными. Коммуникаторы могли быть не у хозяина, их могли оставить дома или просто отложить в сторону, могли дать побаловаться детям. Но жизнь продолжается. Урон 17 сентября подсчитали, а ужас, казалось, подошел к концу. А нет, он оказался бесконечен. Уже на следующий день начали взрываться рации, ноутбуки, мобильные телефоны и даже почему-то солнечные батареи. А еще сканеры отпечатков пальцев на подъездах много этажей. Итог второго и, возможно, не последнего дня детонации гаджетов был не менее кошмарен, чем результаты первого. Погибли 25 человек, ранены 450. Если представители группировки Хезбалла не были единственными, они, безусловно, являлись основными пострадавшими. Их лидеры крайне осторожны в применении плодов технического прогресса. Несколько лет тому назад мобильные телефоны начали использоваться израильскими военными для локализации и уничтожения руководителей Хезбаллы. Тогда боевики порешили от этих гаджетов отказаться. Взамен выбрали пейджеры. Из-за простоты, дешевизны, относительной анонимности. Выбрали и прочитались. Было бы странно, однако, если бы эффективной атакой израильтям все завершилось. Нет, похоже, речь идет лишь об очередном акте бесконечной кровопролитной пьесы. Мы подверглись жестокой атаке, но такова природа войны и суть этого конфликта. Наш враг обладает техническим превосходством. Мы это всегда признавали. Они все действуют сообща. Израиль, американцы, НАТО. Им всем придется за это отвечать. Наказание будет суровым, но справедливым. Неожиданным и заслуженным. Я не назову ни время, ни дату, ни способ наказания. Когда придет пора, вы все узнаете из новостей. Многие технические детали этой истории неизвестны. Причем заявлять, пока неизвестны, было бы излишне оптимистично. Скорее всего, о них не сообщат публике никогда. Американские издания информируют, что операция Данайцы, приносящей хезболле пейджеры, началась еще чуть ли не 15 лет тому назад. Очень может быть. Например, в китайском полицейском журнале за 2002-й обнаружилась статья «Исследование дистанционной детонации пейджеров», где изучалась даже невозможность таких преступлений, но способы с ними борьбы. В общем, идея была точно не нова. Оригинальными оказались способы ее реализации. Вроде бы эксперты согласились в том, что в качестве взрывчатки использовался, простите, пентаэритрит-тетранитрат. Его досыпали в аккумуляторы, а детонация обеспечивалась повышением температуры, которые давали старт программной инструменты. Между тем, это объяснение не объясняет ровным счетом ничего. Судя по масштабу атаки, взрывчаткой укомплектовали десятки тысяч гаджетов самого разного назначения. Следовательно, делалось это не в подвальной лаборатории, а на каком-то предприятии и конвейерным способом. И завод этот был специальным образом оборудован для работы с детонирующими веществами. А между тем, на планете таких предприятий много, но не бесконечно много, и найти нужное не составляет труда. Пейджеры вроде продавала венгерская фирма с офисом в Париже. Вполне ожидаемо, ее найти не удалось. Но вся взорвавшаяся техника перемещалась по свету, оставляя тысячу бумажных следов. Там погрузили, тут хранили, этим судном перевозили и так далее. В общем, найти концы не составит труда, если сделать это позволят. Это крайне опасный инцидент. Израильские спецслужбы смогли проникнуть в тайные структуру Хизбаллы, в службу безопасности этой организации. Но и это не все. Для установки мини-ловушек на эти пейджеры требуется техническая поддержка. Большого числа людей, организаций, даже стран. Нет никаких сомнений, что израильтяне взаимодействовали с многими государствами и их структурами. Такое предприятие требует значительного числа технологий и большого масштаба промышленных производств. Это не по силам одной стране или одной разведки. Но есть подозрения, что сорвать покров тайны с этой историей просто не дадут. Этого не хотят как минимум двое влиятельных глобальных игроков. Понятно, Израиль. Но не только он. Я могу уверенно заявить, что мы никоим образом не причастны ни ко вчерашним, ни к сегодняшним инцидентам. Больше мне вам сказать нечего. Между тем, ведение войны способом «убивайте всех, Бог разберет своих» запрещено давным-давно. Это Ирод мог себе позволить вырезать всех младенцев, чтобы истребить будущего царя Иудейского. Это Ветхий Завет допускал геноцид в качестве инструмента эффективной политики. Но с той поры в людских обычаях многое изменилось. А потому ливанской историей уже заинтересовались правозащитники. Здесь все совершенно очевидно. Это военное преступление, и никак иначе это назвать невозможно. Политические лидеры и международные организации почему-то очень неохотно используют точное определение. Там конфликт между Израилем и Газой, а здесь налицо один из эпизодов этого конфликта, ведется преступным образом с обеих сторон. Это нападение мало чем отличается от того, что делает Хамас, когда неприцельно, когда запускает ракеты по мирным городам. Как бы истово не праздновали победу фанаты израильских спецслужб, тут налицо скорее тактический триумф при стратегическом поражении. Снято табу на безадресное применение государственного насилия. Досужие фантазеры уже конструируют теракты ближайшего будущего. Можно привязывать взрывчатку к птицам, совершающим сезонную миграцию. Можно взрывчатку помещать в разного рода имплантаты. Зубные, грудные, прочее. Британская Daily Mail рукоплещет израильской разведке, но тут же впадает в панику. А если Китай и Россия заминируют наши айфоны? Не волнуйтесь, охотники заминировать найдутся и помимо Пекина с Москвой обязательно найдутся. В общем, теперь как в старинном романе. Бога нет и все позволено. Допустимым стало ранее категорически недопустимое. Судя по всему, за историей с пейджерами стоит, скорее всего, Израиль. И для него это было лишь прологом ко вводу войск в Ливан. Скоро, наверное, гораздо более масштабные кровопролития затмят собой бейрусский ужас 17-18 сентября. Этот ужас даже забудется, возможно. В любом случае, в арсенале практикуемых инструментов цивилизованного истребления ближних теперь существенное пополнение. Людей можно рвать в клочья, можно цедить из них кровь и мучительно лишать жизни. При этом, виновность убиваемых хоть в чем-либо совершенно не важна. Олег Романов, «Вокруг планеты». План победы, авторство «Слуги народа». Вот такой незанимательный сценарий голливудским прокатчикам явил Зеленский. Что слышно по сюжету? Не затейливает висты из старых добрых военного пакета политического, экономического и дипломатического давления на Россию. Отдельным пунктом вторжения ВСУ в Курскую область. Свою экранизацию украинской саги представил и покидающий пост главы Североатлантического альянса Столтенберг. Генсекретарь НАТО даже разродился о прощальной речи с реверансом Киеву. Мол, чем больше пушек для Украины, тем ближе мир. Откровенная претензия на золотую малину, надо сказать. Михаил Громов знает больше. США заявили об уменьшении пакетов военной помощи Украине. Об этом сообщила СНН, ссылаясь на американских чиновников. Причина — сокращение собственных запасов вооружения. Однако свято место пусто не бывает. В Европарламенте решили перехватить эстафетную палочку и в очередной раз подергать медведя за усы. Депутаты приняли резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Ну и в честь этого, еще для того, чтобы увеличить зияющие дыры в бюджете, новый пакет вооружения передала Германия. 22 танка «Леопард», 22 бронированных автомобиля «МРАП», 12 самоходных гаубиц и 61 тысяча снарядов к ним. А еще три зенитные самоходные артиллерийские установки «Гепард», 68 разведывательных дронов, 122 автомобиля для пограничников и кое-чего по мелочи. Похоже, Шольц, понимая, что правящий партий ничего не светит на выборах в следующем году, решил оставить самые большие дыры в бюджете со времен феодализма. Причем не только у себя дома, но и во всем Евросоюзе. На это жалуется Эль Паис, выпустив статью с ярким заголовком «Паралич Германии угрожает европейской экономике». Подхватывает тему и Реутер, журналистов волнует слабость ФРГ, которая вызывает беспокойство в соседних странах. Но громче всех об этом говорят простые немцы. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на опрос Института Аленсбаха, пишет, что две трети населения Германии недовольны текущим политическим курсом, а 51% выступают за новые выборы, не дожидаясь 2025-го. Впрочем, Шольцу еще повезло, ведь последние два года без устали можно было наблюдать за тремя устоявшимися традициями. Как разные лидеры обещают Зеленскому оружие и деньги, как потом после фирменного рукопожатия эти лидеры уходят в отставку, ну и как после этого начинается финансовый и политический кризис в этих странах. Особенно затронул падеж государственных деятелей Лондон. Одним из первых полжертвы проклятия Зеленского верный друг Украины, бывший одиозный премьер-министр Британии Борис Джонсон. Симпатии щирого казака по отношению к залежной доходили до того, что он сменил в соцсетях фамилию на Джонсонюк. И нет, это не мем, интернет помнит все. После очередных жарких объятий с другом Володимиром политика отстранили от дел. А потом всплыли новости о распотрошенном британском бюджете, гей-скандал и ссора с Ми-6. Следующим британским премьером стала Ли Страс. Она проявила большую осмотрительность и лично не ездила в Украину, клятвенно заверяя, тогда еще действующего президента по телефону, что непременно наведаются туда после победы над Россией. Но и такого заученного знакомства хватило, чтобы свалиться с трона всего через два месяца. Стратегическое поражение. Именно этим запомнилась Леди. Настоящая битва развернулась между Ли Страс и небольшим, но грозным качаном Салата. Тогда за противостоянием овощей наблюдал без преувеличения весь мир. Трансляция схватки проходила на YouTube-канале британского таблоида Daily Star. Ну и, наконец, Риши Сунак сплавил в утиль в Украину то оружие, которое было дорого утилизировать дома, и помахал рукой до того, как на горизонте появится та самая грозная капуста. Теперь Лондон и усвоивший некоторые уроки Вашингтон осторожничают. Стармер и Байден не разрешили Украине наносить удары вглубь России. Вне сомнений, повлияла на сдержанность и реакция Путина. Однако это именно эстафета, причем продуманная и достаточно давно, о чем открыто в своем интервью говорит американский экономист Джеффри Сакс. Если мы проанализируем украинский конфликт, то поймем, что это не просто конфликт между Путиным и Украиной. Это нечто совершенно иное, что связано с американским влиянием на бывшие советские республики. Мы организовали заговор с целью свержения Виктора Януковича на Украине в феврале 2014 года. Мы не хорошие парни, мы не пытаемся спасти мир, мы не пытаемся построить демократию. У нас был комитет в поддержку народа Чечни. Вы шутите? Думаете, они знали, где находится Чечня? Они заботятся о ней? Но это была возможность добраться до России, поддержать джихадистское движение внутри России. При этом, заметьте, он не говорит о конкретных президентах или политических силах внутри Америки. Главный выгодополучатель никогда не меняется. Михаил Громов. Вокруг планеты. Разрешить Украине удары вглубь территории Российской Федерации призвал Европарламент. В успех дальнобольной миссии не особенно верит та же администрация США. Западные вооружения не помогут Украине перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу. Такой рецензией поделился заместитель пресс-сека Пентагона. Президент США Байден ретировался из избирательной гонки. Канцлер Шольц – политический труп, а лидер Пятой Республики Макрон на ножах с собственными гражданами. Вот таким недосоставом продюсируют Третью мировую. Европейские парламентарии также посчитали необходимым обратиться к президенту США Байдену и другим американским партнерам с аналогичной просьбой, сообщает издание «Политика». В содержании письма утверждается, что только жесткие и решительные меры могут приблизить окончание текущего конфликта. Это уже будет война другой категории. И, к сожалению, Соединенные Штаты Америки будут отсидываться там, за океаном. Они будут сидеть и смотреть, когда присяжная их баллонка, повторюсь, в виде Европы, будет долбить Россию. Это уже будет, не побоюсь сказать, российско-натовская, если хотите, российско-европейская война по желанию НАТО. Ну, исполняемую, конечно, прежде всего и самими украинцами или частью НАТОвских, европейских специалистов. Ну, там прежде всего, конечно, надо обратить внимание, что там будут британцы. Они тут сильнее всех варят эту военную кашу. Отвечаю еще раз. Это решение, это фактически пакт о начале войны. Украинский конфликт не оставляет в стороне никого. Причастные же делятся на два воюющих лагеря. В словесной перепалке с итальянским коллегой депутат Европарламента от Польши рискнул высказать свое против милитаристской риторики стран-членов ЕС. В прошлый раз Италия направила свой экспедиционный корпус на Восточный фронт. Это было в 1941 году. Неужели вы ожидаете, что ваше правительство повторит этот блестящий маневр? Собираешься ли ты сам лично бороться за то, за что они воюют на Украине? Отправляйся туда. Благослови тебя Бог, но не забирай всех остальных за собой. Не надо заставлять Украину страдать еще больше. Среди модераторов мероприятия польский евродепутат поддержки не снискал. Его речь пытались пресечь, перебивая. Как только стало ясно, что подобное мнение в этих кругах не популярно. Громкий конфликт разразился между лидером киевского режима и главой польского МИД. После своего визита на Украину Сикорский уехал на родину с кипой претензий от Зеленского. Тот обвинил Варшаву в том, что она не поддерживает Украину в переговорах о вступлении в ЕС. Ответ Сикорского – закономерен. Польше самой потребовалось десятилетия для вступления. А предложенный офисом Зеленского срок нереалистичен. Также лидер киевского режима заявил, что Варшава должна передать Украине больше военной техники. А также сбивать ракеты и дроны над украинской территорией. Это без разрешения НАТО фактически невозможно, заявил Сикорский. Не сошлись заклятые друзья и в вопросе волынской резни, она же – краеугольный камень польско-украинских отношений. Глава евродипломатии Жозеп Баррель призвал власти Грузии отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. По его словам, это еще больше сбивает страну с пути в ЕС. Свою позицию он выразил на странице в соцсети «Икс». Закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних подрывает фундаментальные права людей и усиливает дискриминацию. Говорится в посте политика. Евросоюз объявил, что начинает взыскивать с Венгрии наложенные судом штрафы. Ранее Будапешт отказался принимать мигрантов по евроквотам и был оштрафован за это на 200 миллионов евро. Первые 93 миллиона Брюссель уже вычел из денег, которые на данный момент полагалось перечислить Венгрии из бюджета ЕС. Судя по всему, мы наблюдаем завязку нового скандала, который сотрясет ЕС до основания. Будапешт уже пообещал, что в случае прибытия в страну мигрантов им предложат бесплатную доставку в Брюссель на автобусе. Но и европейские власти сдаваться не планируют, обложив венгров огромными штрафами. Ударный батман выполнили и власти Нидерландов. Они не намерены соблюдать миграционные правила ЕС. Амстердам направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится о планах отказаться от европейской системы по приему беженцев. Как заявили в Министерстве миграции, власти страны намерены вернуть политику предоставления убежища в свои руки. Эксперты, впрочем, сомневаются, что Нидерландам удастся добиться исключения себя из общих правил ЕС. Вряд ли Брюссель допустит подобную самостоятельность. Миграционная политика не выдерживает критики и в примере Германии. Там число беженцев достигло самого высокого показателя со времен окончания Второй мировой войны. На данный момент в стране насчитывается 3,5 миллиона мигрантов. При этом из них более 1 миллиона – выходцы из Украины. Показатели на 60 тысяч человек выше, чем в минувшем 2023-м. Ранее немецкий глава МВД распорядился ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах ФРГ для снижения притока мигрантов. Решение вызвало острую ответную реакцию Польши, а как итог – скандал, в котором ко всему вспоминали про Беларусь. Наш МИД прокомментировал ситуацию. Очередная попытка Берлина и Варшавы в разговоре друг с другом обвинить Беларусь в некой инструментализации миграции не выдерживает никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории Евросоюза, проникают туда через нашу территорию. При этом мы неоднократно предлагали соседним странам ЕС вернуться к нормальному, профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному, характерному практически для всех стран мира, вызову. Предлагали и предлагаем до сих пор, если их действительно эта проблема волнует. Для нас еще остается загадкой, почему одни и те же обездольные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через Балканские, Средиземноморские и иные маршруты, это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, которые идут через территорию Беларуси, это некие виртуальные инструментализируемые кем-то мигранты, которых можно убивать, калечить, ранить и издеваться над ними на границе. Конечно, честно признаться, сложно найти формальное объяснение этому факту запредельного цинизма и двойных стандартов. Предвыборный штаб Дональда Трампа начал сбор информации о, возможно, очередном покушении на политика. По сообщениям Arizona Globe, после митинга республиканцев Туссоне порядка 20 человек сообщили о недомогании и странных симптомах. Все эти люди во время мероприятия находились в отдельном секторе вблизи места выхода Трампа на сцену. Спустя 30 минут после окончания собрания пострадавшие обратились за медицинской помощью, жаловались на нечеткое зрение, белую пелену перед глазами, сжение, покраснение лица, отеки и шелушение кожи. У одного человека химический ожог глаз. В преддверии ноябрьских выборов под удар общественного внимания вновь попала избирательная система штатов. Вердикт неутешительный. Экс-директор PayPal дает свой прогноз после дебатов Трампа и Харрис. Я почти уверен, что Камала победит, потому что они будут жульничать, они будут ее страховать, они будут красть бюллетени. Я думаю, что наши выборы не являются идеально чистыми. Нужно провести выборы так же, как это делается во всех других западных демократиях. Это единый день голосования, отсутствие открепительных талонов и не растянутый на два месяца процесс. Петер Тиль отметил, во время американского электорального события у избирателей должны быть строгие удостоверения личности. Необходимо следить за тем, чтобы люди, которые голосуют, имели право это сделать. 30-40 лет назад в США было гораздо лучше, заявил экс-директор PayPal. США взялись за восстановление военного аэродрома на острове Тиньен в Тихом океане, сообщает Newsweek. Он необходим для быстрого развертывания ВВС страны в случае возможного противостояния с Китаем, отмечают издания. На ремонт США потратят около полумиллиарда долларов. Примечательно, что именно с аэродрома на острове Тиньен в августе 1945 года вылетели американские самолеты, которые сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Необходимости в пребывании международной коалиции во главе с США в Ираке больше нет. В ближайшее время будет объявлен график вывода военных. Об этом заявил премьер-министр республики. Он подчеркнул, что Багдад нацелен на выстраивание устойчивых отношений в сфере безопасности с Вашингтоном. Однако уже нет оправдания для нахождения американских войск на территории Ирака. Национальные войска способны самостоятельно бороться с террористическими угрозами. В Латвии в активной фазе учения НАТО. На время маневров военные перекрыли часть автодорог. В выборочном порядке они примутся останавливать и проверять транспортные средства. В пяти регионах страны, в том числе на территории Риги, организовано передвижение техники. Напомню, в учениях Североатлантического альянса в Латвии, кроме местных военных и добровольческих сил, участие принимают солдаты из США, Канады и Эстонии. Всего же 11 тысяч человек. Президент Литвы заявил, что страна планирует разместить на полигоне в Побраде, то есть вблизи белорусской границы, около тысячи американских солдат. По словам Науседы, Литва добивается их постоянного присутствия. Вильнюс считает этот вопрос решенным, независимо от исхода президентских выборов в США. Науседа также отметил важность увеличения объема закупок американских вооружений. Литва уже в текущем году потратит на военные нужды более 3% ВВП, а в следующем планирует увеличить расходы до 4%. НАТО поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между Альянсом и Россией. Об этом сообщил начальник генштаба Балтийской республики. Новые вводные от НАТО генерал назвал фундаментальными изменениями для военной доктрины страны. Ранее от Эстонии ожидалось, что она сможет продержаться до 10 дней перед тем, как на ее территорию перебросят основные силы Альянса. Видимо, сейчас НАТО готовит Эстонию к роли самодостаточного агрессора. На этой неделе в столице Мали Бамако был совершен теракт. В его жертвами стали 77 человек, пострадало более двух сотен. Атаки подверглись аэропорты и школа жандармерии. Когда в учебном заведении прогремели взрывы, завязалась перестрелка. Вооруженным силам страны удалось отбить атаку террористов. По данным СМИ, большинство погибших – курсанты Национальной гвардии. Также из-за нападения на международный аэропорт доступ к нему был временно ограничен. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики группы поддержки ислама и мусульман, связанные с Аль-Каидой. Как отмечают СМИ, атака террористов на Бамако произошла на следующий день после первой годовщины создания властями Буркина ФСО, Мали и Нигера, Альянса государств Сахилия, региональной организации коллективной обороны. Небесный гнев разлился по Венам, Центральной и Восточной Европы. На смену засушливому летнему сезону пришла большая вода. Шторм Борис не просто катил разрушительной волной. Под воду уходят целые города, стихия лишает людей жизни. Только по статистике британский ВВС на территории Италии природное ЧП задело 50 регионов страны. По самым минимальным подсчетам на восстановление уйдет 10 миллиардов евро. Циклон даже добрался до политиков. Так, премьер Венгрии Урбун перенес свое выступление в Европарламенте на более поздний срок. О большом шторме в странах ЕС Татьяна Волкова. Затопленные города, бушующие потоки воды, масштабная эвакуация, стихийный потоп, превратил Центральную Европу в зону бедствия. Всего за несколько дней жертвами циклона Борис в Польше, Чехии, Австрии и Румынии стали 24 человека. Разлившиеся от осадков реки повредили дороги и мосты. Автомобили, неосторожно припаркованные у берегов, уносило течением. Потоп обрушил свою мощь на обширный регион. От Румынии на юго-востоке до Германии на северо-западе. Дошел до юга континента, на север Италии. В провинциях Равенния и Болонии области Эмилия-Романья реки вышли из берегов. Начались наводнения и оползни. Более тысячам жителей региона потребовалась эвакуация. Многие ждали спасателей на крышах домов. Пока паводки заливали Италию, в Центральной Европе отступающая вода обнажила масштаб разрушений от потопа, который власти Чехии назвали сильнейшим практически за столетия. В некоторых районах страны за три дня выпала трехмесячная норма осадков. На опустошенном стихии с северо-востоке страны военные вертолеты развозят гуманитарную помощь. Солдаты возводят временные мосты вместо снесенных. Работают спасатели и пожарные. Мы спасали людей с крыши. Очень мешало течение. Пришлось искать обходные пути. Вода просто сбивает с ног. На пике паводков Чехии уровень воды в реках повысился в двухстах населенных пунктов. В городе Острова прорыв плотины на реке Одер привел к затоплению промышленной зоны и эвакуации сотен жителей. Город Литовель на 70% ушел под воду. Ущерб власти страны оценивают более чем в 440 миллионов долларов. Это катастрофа огромного масштаба. Все кварталы вокруг реки затоплены. Я живу на другом берегу, поэтому я в безопасности. Людям понадобится много времени, чтобы справиться с последствиями. И нам придется им помочь. Вся квартира разрушена. Даже оконные рамы треснули. Древесина не выдержала пребывания в воде. Гараж уничтожен. Затоплена спальня и новая кухня. В австрийском городе Санкт-Пельтин за 4 дня выпало больше осадков, чем за всю самую дождливую осень в 1950 году. В федеральных землях Нижняя Австрия, Зальцбург и Тироль под водой оказались целые деревни. Произошли повсеместные отключения электроэнергии. В Вене закрыли несколько линий метро из-за опасений, что их может затопить. Мы рекомендуем людям быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Мы фиксировали случаи падения веток и деревьев. Также довольно опасно находиться вблизи разлившихся рек. Все железнодорожные пути затопило. Мы видели, как пожарная бригада откачивала воду и пыталась помочь людям. Граничащая с Австрией германская федеральная земля Бавария тоже попала в зону бедствия. Как и Сербия, Словения и Молдова. В Словакии разлившийся Дунай затопил исторический центр Братиславы, лежащая ниже по течению Венгрия. С прошлой недели возводила временные дамбы из песка в городах вдоль реки, поднимавшейся на метр за сутки. В Будапеште пикопаводка ждали всю неделю, подготовив миллион мешков с песком. Вода в Дунае дошла даже до знаменитого здания венгерского парламента. Дороги у реки перекрыты, трамвайные пути не используются. Отменено движение поездов между Будапештом и Веной. На юго-востоке Румынии разрушены полностью или частично более 5000 домов, повреждены сельскохозяйственные угодья. Масштабные наводнения произошли в Селесском, Нижеселесском и Апольском воеводствах на юге и юго-западе Польши. Сотни людей откликнулись на призыв властей Вроцлава защитить город от разлива Одера. Днем и ночью волонтеры наполняли мешки. На строительство временной дамбы выделили 26 тонн песка. Тем же были заняты и жители Кракова. Я помню наводнение 1997-го, но тогда я не участвовал в защите набережной. Я был слишком молод. Помню, что мобилизация тогда была масштабной, но с ней все равно опоздали. Поэтому сейчас люди мобилизовались как можно раньше сами. Паводки в стране называют сильнейшими с 1997-го года. Под воду ушел центр города Клодска и часть города Еленя Гура, недалеко от границы с Чехией. Эвакуированы более 4 тысяч человек. Ущерб огромен. Улицы и автотрассы скрылись под водой. Встали поезда. Власти безуспешно пытаются взять ситуацию под контроль. Ловят мародеров и ищут провокатора, который угрожал жителям подтопленных районов взорвать защитные валы у берегов. В пострадавшие районы направлены солдаты и не только польские. Также Варшава ждет обещанной Брюсселем помощи, чтобы начать восстановление разрушенной инфраструктуры и выплату компенсаций жителям. Те же задаются вопросом – может, не стоило тратить столько денег на оборону, помощь Украине и возведение стены в Беловежской пуще, если в стране нет достаточного количества средств защиты от банального паводка? А ведь климатическая угроза никуда не денется, а будет только нарастать. Ученые годами предупреждали о подобных экстремальных ливневых явлениях, происходящих по мере потепления планеты. Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. А повышение температуры воды в океанах вызывает большее испарение, которое питает штормовые системы. Так что подобный погодный экстрим будет происходить все чаще. Татьяна Волкова, Вокруг планеты. Сентябрь явил миру астрологическая комба из полнолуния, луновозатмения и суперлуния. Последнее называют и урожайной луной. Такой титул связан с тем, что столетия назад именно свет луны освещал поля ночью и тем самым способствовал уборке урожая. И да, лунное затмение скорректирует наш жизненный сценарий на ближайшие три месяца. До 2 октября мы во власти коридора затмений. Так что лучшее, что необходимо сделать для своего ментального здоровья, это порефлексировать и помедитировать. Что еще произошло за прошедшие семь дней? Какие события не оставят вас без эмоций, о чем непременно стоит узнать? Специальную подборку для вас подготовил Никита Мохоткин. Устремим взгляд в бескрайнюю ввысь. Увидим кулинарное блюдо имени земного спутника. Перевоплотимся в кошачьих и ослепнем от яркости и красоты сказочных иллюминаций. Все это ожидается в ближайшие минуты, а сейчас прикоснемся к таинствам. В Непале начался яркий праздничный сезон. Десятки тысяч верующих собрались в Катманду, чтобы напомнить себе и окружающим о такой ценной традиции, как фестиваль Индра Джатра. Среди его обязательных атрибутов – молодая девушка, украшенная как небожитель во плоти, которую везли на колеснице. Семьи, собравшиеся у святынь, чтобы зажечь благовония и помолиться за усопших. И мужчины, танцующие под ритм традиционной музыки и барабанов, одетые в красочные маски и костюмы, символизирующие индуистских божеств. В честь праздника середины осени в Гонконге прошло шоу дронов. Летающие аппараты осветили ночное небо города, создавая замысловатые узоры и изображения. В воздух взмыли кролики, китайские фонарики, огненный дракон и даже лунные пироги. Шоу дронов под стать празднику середины осени запоминается надолго. Торжество также носит название праздника Луны или фестиваля лунных пирогов. Приходится на 15-й день 8-го месяца по китайскому лунному календарю. Фестиваль, история которого насчитывает более 3000 лет, традиционно является временем, когда семьи собираются вместе, зажигают фонарики и наслаждаются лунными пирогами. В этом году шоу беспилотников привнесло в старинный праздник современный оттенок. В Индии сотни людей перевоплотились в тигров для участия в ежегодном народном культурном фестивале «Пуликали» или же «Танец тигра». Уподобиться животному они смогли благодаря детализированной окраске тела, маскам и украшениям. Во время торжества проходит соревнование танцев и массовое гуляние. Эта традиция насчитывает более 200-летнюю историю. Она знаменует собой завершение праздника Анами, ежегодного фестиваля урожая и индуистского культурного праздника. Крупнейшее в мире световое шоу «Иллуми» осветило Сингапурский залив Маринабэй, ослепив местных жителей и гостей города более чем 20 миллионами светодиодных ламп. С наступлением темноты толпы людей собрались, чтобы полюбоваться инсталляциями. Завораживающие экспозиции были посвящены множеству тем – птицам, лошадям, пингвинам, китам, слонам и даже динозаврам, а также путешествиям по сингапурской культуре и кельтским традициям. Всего было собрано 9 тематических зон. Все инсталляции – плод творческой фантазии дизайнера Нормана Латуреля. Он организует международный фестиваль «Света иллуми» в разных странах. На подготовку выставок уходит почти полтора месяца. Для работы привлекается порядка ста человек. Что означает слово, как его написать, произнести и употребить? Все ответы лингвист запечатлел в своем толковом словаре русского языка. В издании мастер грамотной речи собрал свыше 80 тысяч слов и фразеологических выражений. Магна Моапус автора лексикографа считают самым авторитетным пособием, а филологи обращаются к материалу как к настульному чтиву. К его мнению прислушивались все от архаистов до модернистов, за что коллеги нарекли дипломата Тейлераном. Дата недели 22 сентября. 124 автору цитаты «Культура речи» – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. Сергея Ивановича Ужигова. Вы смотрели «Вокруг планеты». Спасибо, что были. Остаетесь с нами. Заходите на сайт «Ньюсбай» и смотрите любимые проекты первого информационного. До свидания. Ты знаешь, какая у тебя фамилия? Легкоступов. То есть легкий, можно сказать, воздушный. Ты чего написал? Кельняшка через букву «И», шинель через букву «Е», а ботинки вообще? Ты чего, Легкоступов? Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова. Их там много. Когда их составляешь вместе, получаются предложения, где есть сказуемое, подлежащее и прочее святоте. И все это – великий русский язык Легкоступов. Ты меня понял? Так точно, товарищ командир.